Привет! Помаши ручкой, привет скажи, всем привет! Как я и говорил, сегодня мы хотим вам рассказать про нашу историю, наш опыт того, как мы получили визу. Эта тема, я думаю, что очень актуальна, и кроме того, в интернете они очень освещают мелочи, с которыми мы столкнулись, и, на мой взгляд, они не менее важны, поэтому сегодня мы вам как раз-таки об этом расскажем. Визу мы получили 4 февраля, поэтому опыт у нас будет самый актуальный. Так что, поехали! Изначально история такая, что мне, Кате, нашему сыну и няне нужно было сделать визу, потому что в марте мы собрались в Америку. И все это мы планировали сделать без привлечения каких-то посредников или агентств, потому что суммы, которые озвучивают на получение американской визы, начинаются, по-моему, от 40 тысяч. То есть, это на семью. Там 40 или 60 тысяч, первые несколько агентств, которые я услышал, озвучивали мне именно такую стоимость, то, что не совсем понятно, учитывая, что там один консульский сбор также на нас выходит 46 тысяч на всю семью. И мы приняли решение, то, что, в принципе, можем сделать все сами. Итак, пункт номер один – это заполнение анкеты на сайте посольств Соединенных Штатов Америки. Первая анкета нам далась очень сложно, на самом деле. Я ее заполняла несколько дней, пока разобралась, как сохранять ее. То, что я уже сделала. Сделала я это на работе, поэтому все это было очень долго, несколько дней у меня заняло. Но зато потом каждая анкета далась где-то по 20 минут на каждую. И четыре анкеты было готово достаточно быстро. Ты лучше расскажи, сколько раз нас выкидывало с сайта, и не сохранялись данные. Да, на самом деле, пока ты заполняешь анкету, тебя несколько раз выкидывают с сайта. И данные твои не сохраняются, поэтому там есть такая фишка, когда вы заполните одну страницу, есть кнопка «Сохранить». И потом вы заходите по своему номеру, если вас вдруг сайт заблокирует, выкинет. Вы заходите опять на сайт посольства Соединенных Штатов Америки, вводите свой номер, ID, анкеты, и, соответственно, уже попадаете на ту страницу, где вы недавно ее сохранили. Поэтому это очень важно после каждого листа, но вы сохраняете анкету. После чего мы оплатили консульский сбор. На нашу семью это вышло где-то в районе 46 тысяч. Далее мы сделали фотографии, хотя нет, фотографии у нас уже были. Фотографии мы делали для лотереи на грин-карту. Об этом мы запишем видео после того, как объявят победителей, и мы окажемся в их числе. Приветики, Егор, помаши. Егорушка. На самом деле по поводу фотографии я видел где-то видео о том, что человек для анкеты сфотографировал себя возле стены. Единственное, что нужно соблюдать размеры, и она благополучно прошла. В таких случаях фотографии обязательно придется вести в хорошем качестве в посольство, потому что, скорее всего, у вас их попросят. Вот, собственно, все, что у нас было. На дворе был декабрь, и в посольстве начались длинные выходные. Мы тоже уехали в отпуск, и по возвращению в январе я начал как раз-таки заниматься вопросом записи. Есть два способа записи на собеседование. Первый – это прямо на сайте посольства. Второй – это по телефону в колл-центр посольства. Я пробовал и первый, и второй способ. Вообще, в принципе, запись в посольство, наверное, это самый сложный этап получения визы, потому что, что касается Москвы, выдаются лимитированные места, их очень быстро разбирают. Есть несколько площадок, форумов, телеграм-каналов, где люди как раз-таки делятся информацией о том, что появились записи. И после того, как эта информация попадает в группу, сразу там какое-то количество людей начинают атаковать сайт. Сайт просто падает. А телефон в колл-центре может не отвечать, там по 10 минут можно повисеть на трубке. Поэтому, как я уже сказал, это действительно тяжелый этап. Собственно, благодаря этому есть предприимчивые люди, которые разрабатывают какие-то там сервисы по записи на собеседование. Один из них попался мне на глаза на одном из популярных форумов для путешественников. И там предложение было, что нужно заплатить 7,5 тысяч рублей, и тогда вы гарантированно запишетесь на собеседование в течение ближайших 4 недель. После того, как я просидел несколько дней, предпринимая какие-то попытки, я был готов заплатить эти деньги. Тем более, что меня в очередной раз заблокировали на сайте посольства. Это, кстати, один из нюансов. После того, как вы попадаете на сайт и начинаете обновлять даты для записи, у вас есть возможность обновить страницу только 6 или 7 раз, насколько я помню. После чего вас благополучно блокируют на 24 часа-72. Меня блокировали дважды. И вот после второго раза, как меня заблокировали, я был готов заплатить эти 7,5 тысяч. Я перешел на сайт. Там необходимо ввести свои учетные данные, то есть передать третьей стороне свой логин и пароль. И, соответственно, они уже с помощью этих данных начинают через ваш кабинет делать запись. Меня не смущала передача этих учетных данных, потому что, в принципе, там информации конфиденциальной, так таковой у меня не было. Я все заполнил. В связи с тем, что мой кабинет заблокировали, этот ресурс просто не смог проверить мои ученые данные и выдал мне ошибку. Вот я остался ни с чем. И, собственно, мне нужно было ждать, пока мой кабинет разблокирует. На следующий день я стоял в банке, вносил деньги на счет и параллельно решил позвонить в посольство. Получилось так, что с первого раза, как я только набрал номер, диспетчер сообщил мне, что запись открыта. И это была пятница, 1 февраля. 4 февраля мы были уже в посольстве на собеседование. Теперь, в принципе, наверное, самая интересная часть всего этого процесса это собеседование в посольстве. Сынок, а ты что можешь рассказать про то, как ты получал визу в посольстве Соединенных Штатов Америки? Да. Да? Получил визу? Да. Это еще одна хорошая новость. Ребенка в посольство можно не брать. Он у нас дома был с бабушкой. Мы записались на 8 часов утра. Были у посольства мы где-то в 7.30. Приехали втроем. Я, Катя и наша няня. И встали в очередь. Которая, в принципе, на тот момент уже была достаточно большой. Я думаю, что не секрет для всех, что в посольстве нельзя проносить гаджеты. Нельзя проносить... Ладно, гаджеты. Нельзя проносить ни часы, ни наушники. То есть, никакие аксессуары абсолютно, которые, по их мнению, могут быть цифровыми. Там, шпионаж или еще что-либо. Просто... Давай без пионажей. Единственное, что... Тут дело даже не столько в гаджетах. При мне мужчину заставили выйти с зажигалкой. Потому что он зашел. Ему удалось вернуться обратно. Я его потом увидел. Единственное, что он потерял достаточно много времени на то, как выходил. Может быть, стоял повторно очередь. Не знаю. Но это создает некоторые трудности. Что касается очереди в посольстве, это такой важный нюанс, на мой взгляд. Очередь распределяется в соответствии с записью. То есть, начинается в 8 часов утра, там пошли 8.40, 8.20, 8.40 и так дальше. И мы об этом не знали. Поэтому остановились мы приблизительно в самом конце очереди, как на тот момент, которая собралась. И, в принципе, люди, которые стояли перед нами, все утверждали о том, что они идут на 8 часов. После того, как начали запускать посольство, мы прошли первого охранника, который проверял паспорта. Тоже достаточно интересный процесс. Он собирает там с людей паспорта, уходит в свою кабинку, проверяет их, потом выходит, отдает паспорта и только после этого разрешает пройти на территорию посольства. Но на территории посольства собирается еще одна очередь на улице. Там уже идет непосредственная запись на собеседование. И вот там-то справедливость восторжествовала, потому что практически вся очередь, которая была перед нами, ее попросили отодвинуться к стене, потому что время у них не соответствовало их месту в очереди. Поэтому мы благополучно проскочили здесь. Я почувствовал себя, как человек смигал. После этого, после записи на собеседование, мы зашли внутрь. Там процедура практически такая, как и на таможне в аэропорту. Те же металлодетекторы, ящики. Тот же самый принцип. После чего заходите уже непосредственно в здание. И в здании распределяют уже благополучно. Доброжелательные сотрудники распределяют и ты пока подсказывают, куда нужно идти. Собеседование мы проходили все втроем с няней. Единственные вопросы, которые нам были заданы с Владом, это чем вы занимаетесь. Собеседование мы прошли втроем. Влад, я и наша няня. Единственный вопрос, который нам задали, это чем мы занимаемся с Владом. Но вот с вопросами к няне мы не подготовились. На самом деле был провал. В связи с чем наши няни отказали в визе. Но вопросы были несложные. На самом деле для людей, которые берут себе домашний такой персонал, наверное, они обязательные. То есть у нас, точнее, спросили, работает ли няня у нас по контракту. Нет, она не работает у нас по контракту. Это не обязательное требование, но тем не менее, как мы потом уже узнали, лучше все-таки на срок хотя бы поездки как минимум заключать контракт. А вообще, в принципе, наверное, с каждой няней должен быть контракт. После чего у няни спросили, как долго она работает с нами и как долго работает няня. Собственно, это ее первый опыт. Более полутора лет она работает с нами, но это все в принципе. После чего консул сказал о том, что, к сожалению, из-за отсутствия достаточного опыта из-за законодательства Соединенных Штатов Америки она не может одобрить ей визу и выдала ей отказ. Далее. Еще бытует мнение о том, что первая виза, которую выдают, выдают однократную и выдают на год. На самом деле это не так. После того, как наши визы были одобрены, нам у нас спросили, какой тип визы мы хотели бы получить. Мы, конечно же, были за то, чтобы получить трехлетнюю многократную визу, но ее нужно было оплачивать, то есть дополнительно оплачивать каждую визу в размере 143 доллара на каждого человека. На самом деле мы и к этому были готовы. Единственное, что в посольстве почему-то не работает терминал оплаты картами. Они принимают платежи только наличными, а к этому мы не были готовы. Соответственно, это один из тех нюансов, о которых я хотел рассказать. То есть, если вы идете в посольство, лучше брать с собой наличные, потому что, скорее всего, вы услышите такой же вопрос. По поводу посольства, что еще хочу отметить. С собой, как я сказал, у нас были следующие документы. Заполненная анкета, информация об оплате госпошлины, приглашение на собеседование и фотографии. А, нет, с собой мы взяли еще выписки со счетов. Пожалуй, это было все, да. Но самое интересное в том, что визовый офицер не попросил из этого ничего. Даже фотографии наши не пригодились. Поэтому мы ограничились только ответами на вопросы. Никаких подтверждений, никто у нас не спрашивал. Меня это, кстати, совсем удивило. И теперь, наверное, резюмируя все, что произошло, я могу сказать, что для нас виза в Соединенные Штаты Америки была самой простой из всех тех, что мы получали. Ну, может быть, за исключением, не знаю, Индонезии, где мы ее получали поприлет. Вот, собственно, и все. Хочу отметить то, что это наш опыт, лично наш опыт. Я уверен, что таких примеров тоже может быть немного, потому что я слышал о людях, которые получают визу и два года. Оказывается, есть и такие. У нас как-то сложилось все удачнее. Поэтому и вам я желаю такой же удачи. Если это кто-то сделал, значит, это возможно. Поэтому, друзья, если у вас есть намерение, дерзайте. Удачи. До встречи в следующем видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова